Всем привет! Находимся мы на берегу Северной Двины. Сегодня у нас 11 мая. Вот так вот рано мы начинаем рыболовный сезон в этом году. Обычно это происходит где-то в 20-х числах, на 10 дней позже. Но поскольку в этом году уровень воды невысокий в Двине, то вода уже не такая мутная и рыба уже должна клевать. Сегодня днем я приходил сюда на разведку, за час попалось где-то две рыбки, две густеры. Белая рыба уже активна, уже она должна питаться и должна ловиться. Посмотрим, что мы сегодня поймаем. Сейчас я поставил 4 донки уже, пока еще не проверял, скоро уже надо идти проверять. Думаю, что вечером должна клевать густера, ночью, может быть, поклюют на лимы, и утром опять может начать клевать густера. Кроме густеры, что мы еще можем поймать? Скорее всего, можем поймать белоглазку. Кто-то называет это глазач, кто-то белоглазка. Она очень похожа на густеру, но не такая толстая, во-первых, и, во-вторых, у нее плавники не такие яркие. То есть у густеры плавники немножко оранжевые, а у белоглазки они бесцветные. Вряд ли мы сегодня поймаем лещей. Лещи сейчас не активны, еще слишком рано их ловить. По крайней мере, в этих местах они сейчас точно не будут клевать. Скорее всего, не поймаем мы окуня. Окунь у нас тоже начинает клевать где-то через месяц, может быть, чуть позже, то есть в середине июня. Начинает свисти шиповник, и где-то в это время начинает ловиться окунь. Скорее всего, не поймаем щуку мы. Щука сейчас тоже не питается, она не активна сейчас. Только на сетке кто-то ее может поймать. На донки. На донки она, в принципе, не часто попадает. А уж и в мае, так тем более. Скорее всего, мы не поймаем и ерша, потому что ерш тоже начинает питаться в конце мая. По крайней мере, в этих местах, где я рыбачу. Так что будем охотиться за белоглазкой, густерой, налимом. Может глюнуть голавлик. Может, но тоже единичные экземпляры. И может клюнуть кто-нибудь из осетровых. То есть, либо это стерлядка, либо это какой-нибудь гибрид. Чаще всего здесь попадают гибриды. Они отличаются от стерлядки тем, что, во-первых, у них короткий и тупой нос. А во-вторых, у них живот белый. А у стерлядки он желтый. То есть, уха из такой рыбы получается бесцветная. Стерлядку у нас запрещено ловить, только по лицензии. А вот гибриды ловить можно. Обычные гибриды здесь попадают. В принципе, в середине мая они уже могут клевать. Прошлые годы они ловились уже в 20-х числах. Сегодня у нас 11-е число. Не знаю, что будет ловиться. Никогда так рано я не открывал сезон. Сегодня ветер у нас такой сильный. 4 метра в секунду. Порывы до 8 метров в секунду. Ветер южный, поэтому он идет по течению. То есть, никакой волны, ничего нет. Чтобы был северный ветер, была бы очень сильная волна. В волну тоже хорошо ловится. Рыба более активна в волну. Не знаю, с чем это связано. Замечал уже неоднократно. Особенно белая рыба. Ладно, хватит болтать. Надо проверять уже идти. В общем, вот за первую проверку попалась такая рыбка. На самом деле попалось 2 таких. Одну я смог отпустить, а этот уже не уплыл. Диман что-то себе повредил. В общем, сразу не сообразил, что это такое. Похож на ельца. Но какой-то очень крупный. Может быть, это маленький жерех. Это я не часто с ними сталкиваюсь. Ни с теми, ни с другими. Поэтому возникли такие вот вопросы. То ли это елец, то ли это жерех. Второй был такой же. Я его смог отпустить. А этот уже не уплыл. Что изменилось возле будки с момента прошлого видео. Появился вот такой вот навесик сбоку. То есть, тут я ничего особо не менял. Но вот сделал вот такой вот навесик крыши без баннеров. Два столба, скамеечка. Хотел еще столик сделать. Пока не успел. Но сделаю в ближайшее время, наверное. Больше тут, в принципе, ничего я не менял. Напилил досок на заднюю стенку. Доска у меня вот здесь. Вот они. Четыре штуки. Вудки четыре штуки. А надо десять. То есть, еще не хватает двух, чтобы вот эту стенку доделать. Течение в этом году мало чего принесло. Все, что принесло, я собрал, распилил. Практически ничего хорошего не было. Всякий хлам. И прошло и двух часов с момента начала рыбалки. Вот на одной из донок зазвенел колокольчик. И сразу понятно, что что-то крупное попалось. Я думал, что это налим. Такое время из крупной рыбы только налим может клюнуть. Вот, начал вытаскивать. Вытащил. Казалось, стерлядка. Грамм пятьсот, наверное. Может, чуть больше. Такую рыбу у нас не принято ловить. Это запрещено. Поэтому мне вам нечего показать. Сам процесс вываживания я не смог заснять. Поэтому сейчас мне вам показать нечего. Может быть, что-то еще клюнет. Вот еще попалось две рыбки. Справа у нас вот это называется густера. А вот это называется белоглазка. То есть, вот, смотрите разницу. У густеры немножко красноватые плавники. Чуть-чуть у самого основания. Вот. Чешуя немножко мельче. А у этой чешуя чуть покрупнее. Плавники такие менее яркие. Чуть-чуть все равно есть, но не так. И глаза. Вот, самое яркое различие глаза. Белоглазки или глазача, они крупные. Так и называется глазач. А у густеры поменьше. Две такие рыбки попалось. Вот развел костер. Время полдесятого. Скоро начнет темнеть. Пока еще не белая ночи у нас. Все-таки есть еще несколько темных часов. Сейчас уже начнет потихоньку темнеть. На данный момент у меня поймана три густеры. Одна белоглазка. На лимчик маленький попал. Отпустил его. Ёрш попал. Тоже отпустил. Хотя не должно ёршей быть в это время. Ну, самым первым попал этот елец или жерех. Ну, и стерлядку еще удалось посмотреть. Вот. В принципе, не так и плохо для середины мая. Время десять вечера. Пора пить чай. В будке уже темновато стало. Отключил фонарик. Вот такой небольшой фонарик. Куплен в фикс прайсе. За 99 рублей. Сразу скажу. Не советую такие брать. Не очень он удобный. Здесь, вон, крышка на болтах. То есть, чтобы добраться до батареек, надо открутить вот эти вот три болта. Ну, и еще одна неприятность, когда вот эти крышку снял, болты открутил. Оказалось, что в отсеке для батареек не оказалось железной пластинки. То есть, без нее фонарик не работал. Пришлось пластинку эту снять с другого фонарика. В общем, не берите это говно. Светит он ярко, но сколько он прослужит, непонятно. Чай заварился уже, уже налил себе. Так что, можно пить. Время 10 вечера. Клевать перестало сейчас. Больше ничего не поймал. Так что, пора отдыхать. Немножко расскажу про свои донки, чем я здесь рыбачу. Вот самая обыкновенная донка. На деревянной палочке. То есть, никаких спиннингов, ничего такого я хитрого не беру. Просто обычная деревянная дощечка. На нее намотана леска. Леску я беру достаточно толстую. То есть, вот здесь леска 0,7 или 0,8 даже. Скорее, 0,7. На поводки тоже ставлю достаточно толстую. Вот здесь не могу даже определить. По-моему, 0,28 конкретно на этой донке. 0,28. Даже может и 0,3. Ну, то есть, вот 0,28 это еще для меня такая достаточно тонкая леска. Я беру 0,3, 0,32. У меня леска 0,32 закончилась. Сейчас вместо нее придется что-то другое ставить. 0,35. Ставил даже 0,4. Ничего страшного. Рыба не боится. Особенно вот сейчас, весной, когда вода мутная. Рыба не чувствует эту леску. Нормально ловится. В сравнении с фидером, на котором ставят очень тонкие лески. Да, они там рвутся на каждом зацепе. Тут донка. Ну, практически любые куски травы, коряги всякие вытаскивают без проблем. То есть, крючки редко обрываются. Только если там какой-то мертвый зацеп. Вот. Что касается самих крючков, тоже достаточно такие крупные. Не сравнить с фидером. То есть, вот. Я не знаю, какой это размер. Потому что я в этих иностранных классификациях не особо-то разбираюсь. Русская классификация такая, иностранная другая. У разных производителей все по-разному. Поэтому я не знаю, какой это номер крючка. Крючки вот ставлю. В основном вот такие. То есть, зазубренный. Тут еще не знаю, видно или не видно. Крючки обычные, дешевые. 20-25 рублей за упаковку. И есть еще крючки. Не знаю, с собой. На этой донке у меня нету, наверное, таких. Нет, нету. Сейчас покажу отдельно. Крючки с длинным цевьем. Использую фирму Мустат. Или Мюстат, не знаю. Вот такие крючки с длинным цевьем. Они сами по себе достаточно узкие. Ну, такие удлиненные. И заметил, что именно на такие крючки хорошо ловится лещ. Осетровая рыба хорошо ловится. Ну, то есть, вся крупная рыба, которую я ловлю на донке, она вот на такие крючки ловится лучше. Что-то заметил. Еще, наверное, лет 7 назад. Мустат, случайно поставил крючок такой формы. Он был побольше немножко. Он был уже ржавый такой, не очень острый. И вот на него у меня сразу попалось, в течение часа, наверное, два леща. Потом я оборвал этот крючок. Ну, запомнил, что на такие крючки ловится неплохо. И потом уже стал такие покупать. Ну, вот конкретно эти крючки норвежские. Фирма Мустат. Ну, фирма не так важна. Важна сама форма крючка. То есть, вот такие вот длинные. Так, ну, что еще не сказал. Грузила, обычная свинцовая ложка, самодельная. В принципе, расплавить свинец, залить в форму, никаких проблем нет. Для формы использую обычную ложку. То есть, привязываю через вот такую вот штучку. Это обычный кусок резины. Чтобы леска не так сильно повреждалась. Но она все равно повреждается на узле. Перетирается со временем. То есть, надо следить за этим. Так, еще вот, недавно стал ставить вот такие вертлюжки. То есть, теперь к основной леске привязываю вот этот поводок. И к этому поводку уже идут поводки с крючками. Ну, вот эта штука тоже неплохо работает. Вот этот вертлюжок. Гораздо меньше леска закручивается. Тоже уже заметил это. Вертлюжок должен быть крепкий. Здесь он, мне кажется, не очень крепкий. Не знаю. Можно ставить покрупнее. Тут мелочиться не надо. На донках обычно всегда и леска толстая, и все остальное достаточно крупно. В общем-то, я уже говорил, что я не ловлю на фидер. Не ловлю на донки, которые надо забрасывать со спиннинга. Мне это неудобно, таскать все эти спиннинги, все катушки. Я рыбачу вот на такие донки. На самые обычные донки, которые в любой рюкзак легко выходят, не занимают много места. Беру с собой вот 4-5 таких донок. Обычно 4 ставлю и 5 в запасе. Абсолютно нехитрая снасть. Самое главное, чтобы были острые крючки. Чтобы поводки были не запутанные. Не обязательно они должны быть длинными. Главное, чтобы они не путались. Бывает, что течение их закручивает, запутывает. Тогда их просто надо поменять и все. По поводу толщины лески я не заморачиваюсь вообще. Некоторые боятся ставить толстую леску. Думают, что не будет ничего клевать. Рыба будет пугаться. Ничего подобного. Пугаться она не будет. Все это неоднократно уже проверено. И лещи крупные. И все что угодно прекрасно ловится. Те, кто любят ловить мелкую рыбу, тем, конечно, нужны более тонкие снасти. Более тонкие лески. Крючки поменьше. Но я мелкую рыбу отпускаю. Поэтому по поводу толщины снастей и размера крючков я не напрягаюсь. Крупные крючки хороши тем, что они отсекают мелочь. То есть все вот эти ерши, мелкая платва, еще там какие-то мелкие рыбки, они уже не всегда могут заглотить такой крючок. Поэтому можно ставить большие на крупную рыбу. Ну и плюс на такой крючок можно насадить сразу несколько червей. То есть сделать пучок и ловить уже на пучок. Когда ловишь на пучок, крупная рыба, во-первых, имеет больше шансов заметить эту наживку. Во-вторых, когда большой пучок червей, мелочь не успевает этот пучок съесть. И больше шансов, что он достанется крупной рыбе. Ну что, уже утро, расцвело. Солнце пока еще не встало, но уже светло. Вот там вот будет рассвет, в той стороне. Там будет солнце вставать. Ночью почти ничего не клевало. Это и проверял ночью, редко. Попалось еще пару налимчиков. Их отпустил. И одна еще густера попалась. И попалась стерлядка, еще вторая. Музыка. 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 Музыка.